Девушки отдыхают Мотор Я благодарен за мою работу, здоровье, за жену, собаку и семью. Как-то так. Не знаю, с чего начать. Я люблю замечательную погоду. Зачем потеть, зачем мерзнуть? Сегодня прекрасный день, идеальная погода, что еще нужно? Я благодарен, когда метро работает. Я могу вовремя добираться до учебы или работы. Я благодарна за мой минивен. Или когда в электричке есть свободное место. Обед, завтрак и ужин. Вот за что я благодарен. Или когда никто не дерется в электричке. Да, он благодарен за кексы и пончики. О, да, пончики и кексы. Когда ты едешь на скейте по дороге, таксист высовывается из окна и говорит, уйди с дороги. Так вот, я благодарен, когда такого не случается. Я благодарна за здоровье, жизнь и мою семью. Я благодарен за кровать, потому что последние пару месяцев сплю на полу. И у меня все еще нет кровати. Так что, когда она появится, надеюсь, дать мне благодарение. Вот это будет счастье. Простой интеллектуальный разговор многое значит для меня. И дом. Если я когда-нибудь доберусь до дома. Я не был дома, не знаю, несколько месяцев. Я уже не помню. Вот за что я благодарен. Мы должны благодарить Бога за наши беды и молиться о наставлении, когда мы сталкиваемся с ними. Все это часть плана. Мне нравится музыкальный кинофильм «Скрипач на крыше». Там один замечательный еврейский отец поет «Если бы я был богачом». Его незабываемая молитва заканчивается такой просьбой в виде вопроса. «Господь, кто льва и агнца сотворил, каким стать должен я, установил, а не нарушился бы некий вечный план, когда бы мне удел богатого был дан». Да, Теви, мог бы нарушиться. Давайте будем благодарны за то, какие мы есть, и за те обстоятельства, которые Бог дает нам для нашей личного пути через земную жизнь. Я благодарна за жизнь и за любовь, которую Христос дал мне как мой личный спаситель. Я благодарен за многое. Могу часами говорить об этом. Я могу отправить вам список по электронной почте или что-нибудь такое. Оба мои родители живы. Они любят друг друга. Я благодарен за пример того, какими должны быть отношения спустя 36 лет. Мы с мужем в сентябре отметили первую годовщину свадьбы. Я благодарна за то, что у меня чудесный муж. Я благодарен за макароны и сыр. Я благодарен за это, очевидно, потому что название этого блюда звучит забавно. Для меня это еще и очень трогательно, потому что моя мама готовила макароны с сыром каждую неделю, когда я был в детском саду. Я благодарна за свою жизнь. Я рада быть здесь, на этой планете, в это время. Я благодарна за Божие творения и за то, что Он сделал для нас. Я благодарен за будущие возможности. Да. В этом году я невероятно благодарен за моих двоих малышей, которые родились в мае. Все начиналось тяжело, поэтому то, что они оба живы, это чудо. Знаете, тяжелые времена всегда можно преодолеть. Будущее всегда позитивно. Понимаете? Вот за что я благодарен. Я очень благодарен за свою работу и за поддержку семьи и друзей в самые трудные времена моей жизни. Когда мы понимаем, что Бог предоставляет нам возможности для благословения, благословляет нас через наши собственные беды и беды других людей, нам становится понятно, почему Он снова и снова повелевал нам. Благодари Господа Бога твоего за все. Субтитры подогнал «Симон»